Итальянская система воспитания Инсерватизм. Итальянский же во главе угла стоит толерантность и равноправие. Значение семьи в итальянской жизни невозможно переоценить. Ваша семья – это люди, которым вы можете доверять, для которых вы работаете, люди, которым вы благоволите или которые благоволят вам. Под семьей понимается не только муж, жена, их родители и дети, и все более-менее ближайшие родственники. Все дяди, тети, всевозможные отдаленности в родстве, братья и сестры. В общем, все, кого только можно причислить к родственникам. Интересно, что уникальной особенностью Италии является то, что более 80% итальянских предприятий являются предприятиями фамильными, то есть принадлежащим одной семье. Также следует отметить влияние мамы на детей. Нередко таково, что сын или дочка не могут выбрать себе спутника жизни без ее согласия. А потому итальянской маме, если хотите быть рядом со своим итальянским или итальянской возлюбленным, надо обязательно понравиться. Как пишет одна из наших соотечественниц. Готовлюсь стать женой итальянца. Подумайте над тем, что вы у него будете где-то на месте 20 по важности. На первом месте будет мама, потом работа, компьютер, футбол и все-все остальное. А красивая жена – это так, предаток. Обычно жене приходится дисциплинировать мужа. Достаточно часто в семье главной является либо жена, либо мама. Насколько это хорошо, судите сами, оценив основные отличительные черты итальянских родителей. Итальянские мамы спокойно реагируют на детский плащ. Они его просто игнорируют. Сколько бы ребенку ни было лет, если мама считает, что слезами он пытается обратить на себя нездоровое внимание, выпросить что-нибудь или поруководить другими, то никак на плащ не реагирует. А ребенок тем временем учится не лицемерить. Итальянцы редко делают замечания детям. Они в детях души не чают. А потому не позволяет себе их отдергивать, ругать, как у нас бывает для профилактики, критиковать. У итальянских детей меньше комплексом, чем у наших. Итальянские родители не заставляют учиться. Виталий считается обязательным закончить 9 классов. Дальше по желанию и по способностям. Ситуация совсем не такая, как у нас. Ребенок ничего не знает, ничего не понимает. Но родители заставляют его протирать штаны в вузе и платят взятки, чтобы закрыть все хвосты. Кроме того, Виталий очень развит средний класс и частный бизнес. Его владельцы стремятся передать свое тело детям. Часто это происходит сразу после школы. Будущие юристы, доктора, инженеры идут учиться по собственному желанию. Но зато и ориентируются потом в своей сфере профессионально. В Италии нет групп раннего развития. Есть ясли, в которые можно отдать ребенка уже в 3 месяца. Но если мама идет в декрет и сидит с ребенком сама, то и заниматься его развитием ей приходится самостоятельно. Она не найдет места, в которые можно отдать малыша на час-два или для обучения. Итальянцы за легкое детство с играми и общением. Воспитанием занимаются бабушки. В Италии культ семьи. Каждое воскресенье итальянская семья собирается у одной из бабушек на обед. Старших там уважают. Берут с них пример. Очень часто в этой стране и ребенка воспитывает бабушка. Итальянские дети очень толерантны. В Италии много церковных садов, в которых детей учат доброте через приобщение к благотворительным мероприятиям. Для итальянских детей собирать кому-то деньги, одежду, еду – обычное дело. Как видим, жизнь, семьи и воспитание детей у итальянцев базируется на принципах любви, демократии и культивирования семейных ценностей. Кое-что из их опыта мы могли бы взять и себе. Если согласны, делитесь статьей в соцсетях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, остроумно жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграме и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока!